Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас уже пятница, 9 июня 2023 года. Новости у нас будут следующие. Мы первая страна в мире, где гей стал президентом. Политолог Илга Крейтуса прокомментировала вопрос о сексуальной ориентации нового президента Латвии Эдгара Ренкевича и объяснила основное отличие Вайеры Вике Фреберги от Эгела Левица. В дискуссионной программе УСЛИНЕС РИГА ТВ24 ХТВ во время интервью с политологом Илгой Крейтуса в эфир позвонил зритель и задал вопрос. Я хочу похвалить госпожу Крейтусы за то, что она всегда говорит прямо и все очень точно. Мой вопрос в том, что мне стыдно, что в моей стране будет президент с другой сексуальной ориентацией. Это очень каверзный вопрос, если можно так сказать, заметила Илга Крейтусы. Я руководствуюсь одним принципом. Не выносите свою спальню на улицу, потому что никто не хочет видеть, что у вас в постели. Секундочку. Уже все все видят давно. Но выноси, не выноси, шило в мешке не утаишь. Это мой комментарий. Что ж, мы первая страна в мире. Да мы всегда везде первые. Мы впереди планеты всей, всю жизнь. Да, в советское время были первые, но в каком смысле первые? В хорошем смысле первые. Республики, вот при Балтике. Ладно, дальше. Что ж, мы первая страна в мире, где гей действительно стал президентом. Были в других странах премьер-министры, мэры городов, а президентов нет. Вот не было президентов геев. Ничего трагического и экстраординарного в этих странах не произошло. Может быть, стоит принять общество таким, какое оно есть, и взглянуть на человека с точки зрения профессионализма. Да, друзья, пишите комментарии, что вы думаете на эту тему, как вы восприняли. Да, именно, президента. Политолог также отметила интересный момент, связанный с ответом Ренкевича на провокационный вопрос. Будет ли он говорить только на национальном языке? Ну, то есть, только на латышском языке. Господин Ренкевич очень дипломатично ответил, что в случае необходимости, если это будет служить сплоченности, сплочению общества и интересам государства, он может использовать и иностранные языки. Свините, друзья. Это был новый интересный поворот. Если оно это сделает и будет придерживаться этих принципов, то, может быть, у нас появился профессионально подготовленный человек, который может выполнять эти функции и не оказывать в той ситуации... Не оказаться, друзья... Вот здесь точно, извиняюсь, да, оговорился. И не оказаться в той ситуации, в которой оказался нынешний президент. Но он пока еще нынешний президент. Пока нового они еще не утвердили. Далее, слушайте. По поводу общей оценки Ренкевича в качестве президента Илга Крейтусе ответила так. Время покажет. У нас часто бывает так, что мы мало ожидаем, а получаем много... Вот сейчас я добавлю. А получаем много... А дальше продолжать. Как это было с Вайерой, Викой, Фрейбергой. Потому что, когда ее избирали, никто не думал, что будет такой результат. Второй момент она продолжает. Когда мы надеялись на многое, а получили мало. Мы вообще ничего не получили. Это был мистер... Не попутайте, не министр. Это был... Это она, говоря. Это мистер Левиц. Вроде бы все и было. Но сегодня мы видим результат. Во! Вам ничего не напоминает, как Черномырдин. Как только ляпнет мне, как в лужу. Да-да-да-да. Да, друзья. Во-во, немножечко. Буквально пару слов. Смотрите. А что остается делать? Конечно, и сейчас и политологи, и всякие там эксперты, и всякие там политики. А что делать? Ну? Куда деваться-то? Уже все. Ну, назад-то уже хода нет. Гей он, не гей. Сейчас они это... Они его сейчас будут нахваливать, друзья. Вам ничего не напоминает? Теперь под чью-то дудку... Под чью-то дудку будут плясать. Ну, конечно же, господи. Хоть от него никакого там... Толку-то никакого. Ну, что толку от этого президента? Ну, друзья. Ну, я в частности у нас. Не имею в виду в Латвии. Ну, что? Ну, это как ширма. Вот просто вот, ну, как кукла. Вот, ходит и все. И все. Ну, иногда что-то откроет рот, там пару слов скажет. Иногда. То есть, прочитает, извините. Прочитает иногда. Да. Давай, друзья. И еще. Следующая новость. Тоже будет касаться... Тоже вот про выборы вот эти вот. Да-да-да-да-да-да-да. Выборы президента Латвии напоминают аннексию Крыма. Наблюдая за процессом выборов президента Латвии, Рейнис Познякс говорит прямо и жестко. Рейнис Познякс не имеет претензий или возражений по поводу того. Вот видите, ну, куда им деваться? Вот очередной уже, видите, вот. Ну, они все равно сейчас будут все. Они сейчас селиться будут. Селиться, понимаете? Вот, понимаете? Селиться. Я не буду уже говорить, что там подлизывать или еще что-то. Ой! Ну, а сейчас у нас то. Это все. Сейчас все будет доступно всем. Я говорю, вот, к чему детей сейчас будут еще? Ой, ой, ой. Отдельная тема, друзья. Рейнис Познякс, повторяю, не имеет претензий или возражений по поводу того, что новым президентом избран Эдгар Ренкевич. Но сам избирательный процесс вызывает вопросы. Вот его только вопрос. Процесс уже, его, как-то, знаете, удивил его. И вопрос. Процесс президентских выборов немного напоминает аннексию Крыма. О! И это сейчас затронут. Ну, надо же и там постелиться, и подлизаться, и там. Ну, понимаете же, понимаете. Да, 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 да. Отдельная тема. А у меня не надо спрашивать. Чей, и кто, и что? Я уже отвечал на эти вопросы. Да. Поняли? Вот так вот. Друзья, кто постоянно нас смотрит, да, да. А кто вновь зашел, да. Не забывайте подписаться на наш канал. Да. Написать какой-нибудь комментарий. Если вам это интересно. Нравится, не нравится. Не нравится, пальчик вниз. Нравится, пальчик вверх. Да, друзья. Дальше продолжаю. Его вот мнение, высказывание. Все, всем все очевидно. Но агрессор, в кавычках, агрессор выборов. Но агрессор выборов, он же сравнил с чем? С аннексией Крыма. Но агрессор выборов продолжает всем говорить, что их там нет. Тоже в кавычках. Ну, сравнивает. Сравнил. Их там нет. Нет договоренности о новой коалиции. Ну, помните, как все время? А их там нет. Про зеленых человечек. Их там нет. Ну, вот нет. Вот когда была аннексия Крыма. Да, зеленые человечки и так далее. И вот они вот сейчас, вот сравнивают с этим, вот смотрите. Вот эти выборы. Так, говорит, а что? А он хороший? А чего? Ну, теперь будем ждать. А надо подождать. О, мы сейчас будем развиваться и так далее. Ну, ладно, друзья. Напишите, что вы думаете. Всем все очевидно, но агрессор выборов продолжает всем говорить, что их там нет. Нет договоренности о новой коалиции. Вот, видишь, вот их там нет. И нет договоренности о новой коалиции. Что сейчас происходит? Я вообще не цепляюсь к Клинкевичу. Вот видите, он тоже. Ну, вот стелется. Видите, вот стелется так, стелется. Как туман над рекой. Не цепляется. Я не о результате. Ну, что? Ну, не о результате. И все. А о самом процессе. Ну, процесс еще впереди. Да. Не стоит относиться к наблюдателям, как к дуракам. Это не окупается в долгосрочной перспективе. Написал он в своем микроблоге Twitter. Ну, и в завершении, друзья, я хочу вам немножечко рассказать про погодку. Да, конечно. Конечно, друзья. И сравнить. Вот, в частности, нас же смотрят. Да весь мир нас смотрит, друзья. Во всех уголках земного шара. Ну, как говорится, суть не в этом. Суть в другом подъезде. Да-да-да-да. Жара, друзья. Ну, сегодня... Вчера была жара вообще. 28 градусов. Это было... Семьи было. Местами, может быть, и больше по Латвии. Может, меньше где-то. Ну, возле моря, конечно, поменьше. Пак тот. Речь-то о чем идет, друзья? Засуха. Дождей уже давно не было. Вот когда они не нужны были, заливало нас. Это мокрый снег. То есть дожди, дожди. Это слякоть, это грязь. А сейчас вот когда надо, дождь его нет. Засуха у нас. Да. Пишите комментарии, что у вас происходит в ваших странах, в ваших регионах, где вы живете. Да. Сегодня у нас прохладненько будет. Ну, где-то в районе 20 градусов. Завтра уже немножко потеплее. И все. И опять пошло повышение. Вот только сегодня небольшой такой спадик. Вот сейчас на улице ветерок. Мы выходили с съемочкой на улицу. Да, друзья. Засуха. Дождей не предвидится. Вот я смотрю прогноз постоянно по несколько раз. Вы сами понимаете. Кто вновь подписался. Я не работаю уже с 2016 года. Ну, как это хобби мое. Вот так вот, друзья. Это чтобы было понятно. Засуха, засуха, засуха. Вот я не знаю, что делать. Уже реки милеют. Уже все уровень воды падает. И причем каждый божий день. Очень даже заметно. Очень. Пруды высыхают. Озера начинают тоже. Ну, озера большие не так заметно. Все равно уже заметно. Особенно пруды. Вот у кого свои пруды. В частности, вот у нас у сына Андрея. Младшего сына Андрея. У него свой канал тоже. Если что, заходите. Большая просьба. Канал серверок. Латышскими английскими буквами серверок. И, пожалуйста, подпишитесь. Большая просьба. Поддержите его. У него очень интересные видео, друзья. У меня, у нас с Наташей, у папы с мамой свой канал. Мы живем в Латвии. А у него свой канал. У них с Евой и внуком Адрианом. Старший внук Адриан, да. Подпишитесь, пожалуйста. Большая просьба. На этом я буду заканчивать свои новости. Пока заканчивать. Новости сегодня только начались. Новостей будет довольно-таки много. Но в одном видео все не успеешь. Всем большое спасибо за поддержку нашего канала. Не забывайте ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь с друзьями. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. До свидания, друзья. Всем спасибо. До следующих видео новостей. Субтитры сделал DimaTorzok